Декабрь Декабрь, время предновогодних хлопот Покупка подарков, составление праздничного меню и, конечно же, приобретение елки Как выбрать идеальную и не сойти с ума? Задача, которая кажется невыполнимой Вот так ли это? Традиционным новогодним деревом считается обыкновенная ель Но перед праздником на базарах вы найдете и сосну, и пихту Многие отдают предпочтение сосне Из-за низкой цены, длинных иголок и хвойного аромата Эксклюзивным новогодним деревом все-таки считается пихта У нее довольно длинная и пышная хвоя, насыщенного зеленого цвета Которая, к тому же, почти не колется Поэтому наряжать это дерево – одно удовольствие Каждый год разные урожаи В этом году замечательные зеленые, пушистые все А после не было такого, что приходили и жаловались Но если же такие привередливые клиенты были Мы предлагаем прийти и поменять елку Рассмотрим проблему с точки зрения экологии Раньше у ученых КФУ был однозначный ответ, что не следует покупать живые ели Из-за того, что при вырубке погибает само дерево Отныне перед покупкой необходимо ответить на два ключевых вопроса Где выращено дерево и куда оно пойдет на переработку после использования Откуда она взялась, эта натуральная елка? Если, например, она специально выращена в горшочке к Новому году То лучше купить ее, а потом ее дотянуть до лета и посадить в палисадник Если это дерево в лесу, срубленное браконьерским способом То, конечно, такую натуральную елку не стоит ставить в дом Чтобы не стимулировать вот такое отношение к заработку своему Такое варварское, так скажем Что же насчет искусственной елки? Здесь очень важно не экономить на качестве Ведь в противном случае вы можете нанести вред собственному здоровью В искусственных елках нашли формальдегид Опасные вещества были обнаружены более чем в половине образцов новогоднего пластика Который следовало рост качества Ядовитый состав оказался довольно стойким За три недели искусственные ели так и не перестали испарять токсичные соединения Правда, ученые успокаивают покупателей За время праздников искусственная елка не успевает никого отравить В среднем они не более опасны, чем дешевая китайская обувь или игрушки из пахучего пластика Что минимизирует риск приобретения некачественного товара В Роспотребнадзоре рекомендуют покупать главный атрибут праздника на елочных базарах, в лесничествах и супермаркетах Однако в этом году, как и в прошлом, из-за понятных нестабильных обстоятельств Далеко не каждый станет прогуливаться по рынкам в поисках елки В таком случае предпочтение лучше отдать ресурсу На котором товары представлены с максимальным акцентом на визуализацию Надежда Мещерякова, Фарид Захитоглы, Универньюс Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова